Семинар Секреты Счастливой Семьи Когда мы с вами страница за страницей находим в Священном Писании рецепты того, как строить взаимоотношения друг с другом, параллельно с этим, когда большинство из вас слушает этот семинар, участвует в чтении Священного Писания с экранов, я попросил Станислава и Маргариту сесть отдельно за стол здесь для того, чтобы они писали комплименты друг другу. Но теперь я решил изменить их задание. Мне бы хотелось, чтобы они написали три фразы о родных друг друга, чтобы Маргарита написала то, что она хотела бы сказать Станиславу о его родных, о его маме или папе или бабушке или дедушке. Три фразы, три высказывания, три комплимента, скажем. А Станислав сделает то же самое по отношению к родным Маргариты, к ее семье, может быть, к ее сестре или брату. Три разных высказывания к трем разным членам семьи, а потом я сам выберу и прочитаю то одно, которое будет случайно из этих трех. Посмотрим, как они строят этот разговор и общение внутри семьи, не только друг с другом, а также и с членами семьи. Согласитесь со мной, ведь все остальные члены семьи играют очень важную роль в нашем семейном общении. Если я не научусь вести диалог с сестрой моей супруги Галины или с ее братьями, то тем самым они будут от меня отстраняться, я буду отстраняться от них. В результате этого будет возникать напряжение во взаимоотношениях Галины и ее родных. Точно так же и в каждой ситуации в вашей семье, если вы перестаете разговаривать, вести нормальный родственный диалог с кем-то из членов одной из этих семей, то тем самым вы разрываете взаимоотношения не только с тем членом, с тещей, с зятем, тестем, но и в итоге вбиваете клин во взаимоотношения между собой и вашим супругом. Я убежден, что большинство из вас согласится. Если Галина бы говорила мне что-то не очень доброе по отношению моей мамы, то я бы мог молча это слушать один раз, другой раз, третий раз. Я сильно люблю Галину, но если бы я слышал это от нее, никакая моя любовь к Галине не могла бы перекрыть боль тех слов, которые я бы слышал в отношении моей матери. Потому что она все равно моя мать. Она дала мне жизнь, она меня вырастила, она всегда останется моей матерью, какой бы она ни была. Потому что матерей мы не выбираем. То же самое и по отношению к отцу. Если бы я Галине говорил недобрые слова по отношению к ее отцу и вновь, и вновь, и вновь. Я знаю, Галина сильно меня любит, но я представляю, какую бы это боль ей причиняла. Потому что она всегда будет помнить о том, как отец ее работал от зари до зари, даже после зари, ночами, чтобы содержать семью, чтобы всех семерых детей кормить. И никакие, никакие мои слова и оправдания не могли бы служить извинением того, когда я говорю что-то недоброе о ее отце. Точно так же братья, сестры, двоюродные, троюродные. Запомните, говорите только доброе, только хорошее о родственниках вашего супруга. Это залог того, что ваша жена или ваш муж будут вас любить еще больше. И может быть действительно тот родственник очень злой и очень вредный, и очень неприятный, и всегда вам пытаются напакостить. Какая разница? Господь все восполнит, о вашем счастье речь идет. Если вы любите вашего супруга, то будете любить и маму его, и папу его, и родных, и близких его. Потому что ваша любовь будет побуждать вас видеть всю эту семью как цельную картину, единую. И тогда мы начинаем слышать друг друга. Мы начинаем прислушиваться. И тогда мы замечаем, что оказывается недостаточно иметь уши. Уши можно иметь физически. Уши можно иметь большие, красивые, маленькие. Любого размера. Но в Псалтере, 113 Псалом, стих 14, Псалмопевец что говорит? Помогите мне. Он говорит, есть у них уши, но не слышат. Ведь так же говорят женщины, да, вот здесь присутствующее большинство, наверное. Сколько бы я не толковала это своей дочери, что мы говорим? Как об стенку горох, говорим, да? Или отцы говорят, что бы я ни говорил своему сыну, он и слышать не хочет этого. То есть уши есть. Уши есть, но мы не слышим друг друга. В чем же беда? В чем проблема? Как нам разрешить это? Вы знаете, как часто возникает ситуация, когда дети перестают слышать голос родителей. Родители пытаются им что-то объяснить, родители пытаются им что-то доказать, чему-то научить. А дети что делают? Подскажите мне. Они надевают наушники или вставляют их в уши и полностью отключаются от того, что говорят им родители. И даже если тут еще и родители и розгу приложат, или ремень приложат, то и это не помогает. Они тут же снова засовывают эти наушники в уши и жизнь продолжается в молчании. Молчать не значит слушать. Если ваша супруга молчит, когда вы говорите, это не значит, что она слушает. Если ваша теща молчит, это не значит, что она слышит, что вы говорите. Слушание, молчание не должно стать передышкой перед нападением. Ведь как иногда бывает, да? Мы сидим и ждем. Ну ладно, вот сейчас ты закончишь, и я тебе докажу, что ты не прав. Пустое дело. Этот разговор ни к чему не приведет. Не надо никогда доказывать вашему супругу или вашей матери или вашему отцу, что они не правы. Вы знаете, как только вы говорите человеку, ты не прав, у человека все блокируется сразу. Все, совершенно. Он перестает дальше вас слышать. Как только вы говорите, ты не прав, дальше разговор абсолютно бесполезен. Скажите, а может быть, нам надо зайти с другого боку? Может быть, нам надо заново начать этот разговор? Давайте еще посмотрим некоторые ингредиенты успешного семейного разговора. Первое. Станьте на сторону супруга. Опять Ефесянам 4 глава, 32 стих. Помогите мне. Что сказано? Будьте добры друг к другу, сострадательны. Что еще делаете? Прощайте друг друга. Как прощаете? Как? Бог во Христе простил вас. Если Бог меня простил, меня, грешника, я не заслуживал этого прощения, он меня простил. Как я могу не простить кого-то из моих детей? Как я могу не простить кого-то из моих родных? Бог меня простил. Поэтому, когда возникает этот разговор, напряженный, трудный разговор, встаньте на сторону этого человека и спросите себя, а может быть, он и прав? А может быть, все-таки есть правда в его словах? Потому что эгоизм наш человеческий давит на наше себялюбие и заставляет нас думать, не может он быть прав. Я все равно права. Даже когда мы не правы, правда, если уже завязался этот разговор, и вдруг идет это напряжение в разговоре. Я знаю, как у нас с супругой иногда бывает, когда мы куда-то торопимся, едем, и Галина мне говорит, поверни вот здесь, и мы скорее туда доедем. Я знаю, ну женщины, разве могут они давать нам указания, куда поворачивать? Поворачивать. Мужчины же лучше знают, правда, куда поворачивать. И я всегда убежден, что я лучше знаю, куда надо повернуть. И вдруг я вижу, правда, она была права. Как же сказать-то? И как же, если промолчать, будет ли это справедливо? Можно промолчать, конечно. Но я думаю, гораздо лучше поощрить свою супругу и сказать, смотри, и правда ты была права. А трудно это сказать, правда, да? И правда ты была права. Или жене сказать своему мужу, смотри, а ты прав был. Наверное, очень редко мы говорим такие слова друг к другу. А правда, а ты правда. И смотри, как ты правильно сказал. Используйте эту фразу чаще. Давайте вот в течение этой недели найдите возможность два-три раза в день сказать своему супругу, а ты прав. Или сказать своей тёще, а ты права оказалась. Посмотри, твоя дочь самая лучшая на свете. Поэтому с этим всякая тёща согласится, правда? Я убеждён, есть очень много возможностей сказать своим родным, а ты прав был, ты права была. И Христос постоянно становится на нашу сторону. Мы видим в послании Петра 1, 2 глава. Он грехи наши сам вознёс, помогайте мне, телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. И дальше что сказано? Ранами его мы исцелились. Он на себя принял эти раны. Для того, чтобы мы получили исцеление. Следующее правило. Ещё один ингредиент доброго разговора, который поможет вам изменить. Знаете, я ещё раз подчеркну эту мысль. Если до сегодняшнего дня у вас в супружестве прошло 20 лет несчастной жизни, вы уже не верите в то, что можно что-то изменить. Я верю, можно. Можем мы изменить? Можем? Нет. Бог может изменить? Может изменить. Бог любую ситуацию может изменить. Поверьте в это. Поверьте в это. Станьте на этот путь. Скажите, давай всё по-новому. Давай начнём говорить. Давай начнём искать пути разрешения. Давай. Только не ударяйте друг друга. Просто вот держитесь друг за друга. И скажите, давай поговорим об этом. Посмотрите, как направить разговор можно в иное русло, потому что часто нам кажется, что супруг наш пытается как бы раздражение вызвать в нас, так как и подходили ко Христу. И подсылали к ним каких людей туда? Лукавых, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству. Вот это лукавство мы часто пытаемся найти в словах нашего супруга или супруги. Нам кажется, он лукавит. Он пытается специально вызвать меня на то, чтобы я разозлился или разозлилась. Когда вы чувствуете, так идёт разговор, перенаправьте его. Найдите другое время. Скажите, давай поговорим об этом завтра. Да, я виноват, я, возможно, виноват. Давай завтра об этом поговорим. Я вам гарантирую, завтра этого разговора уже не будет. Завтра уже совершенно иные обстоятельства сложатся. И ещё одно правило, один ингредиент. Уточните, переспросите, потому что очень часто мы не слышим то, что на самом деле говорит кто-то из наших близких и родных. Ваш ребёнок, может быть, дочь подошла и что-то вам говорит. Вы заняты, вы заняты, вы уставшие, у вас голова болит, вы пришли с работы, что-то она вам сказала, вы недопоняли. И начинается огорчение, начинается раздражение. Что сделать надо? Остановитесь. Уточните, устраните этот шум в телефонной линии. Вы знаете, как часто звонишь, и очень плохо слышно. И человек говорит тебе одно, а ты на самом деле слышишь совершенно иное, и даже в другом контексте. Как вот бывает, она спрашивает мужа, ты во сколько придёшь домой с работы? А что он слышит на самом деле? Он говорит, ты вечно находишь причину застрять в офисе, никогда не хочешь помочь мне с домашними делами. Она говорит одно, он слышит совершенно другое. Она даже и не подразумевала этого, но он слышит это в её слова. Или скажем, я спрашиваю, что у нас сегодня на ужин? А моя супруга что может слышать? Неужели ты опять дашь ту кашу, что мы ели три дня? И это вызывает сразу огорчение, возмущение. Почему? Потому что человек говорит одно, а другой слышит другое. Настройтесь, следующий ингредиент, на одну и ту же волну. Прислушайтесь к голосу Бога. Вы знаете, когда я говорю об этой волне, я хотел бы привести пример. Посмотрите, и все вы слушаете разного рода радиостанции, правда? И вот эти радиостанции, сколько в Кишиневе разных FM-радиостанций, где всякую музыку, хорошую, плохую, звучит, сколько таких радиостанций? Да. Ну, скажем, четыре радиостанции в Молдове, которые все слушают, разную музыку слушают. И вы здесь сидите с наушниками и с радиоприемниками и пытаетесь слушать. И вот на этой радиостанции пытаются затратить миллионы, миллионы лей для того, чтобы до вас достучаться, чтобы вы их рекламу или их музыку услышали. А эта радиостанция своё. А это, это, это своё на вас посылать. А скажите, вы можете слушать сразу четыре радиостанции? Нет, конечно. А какую вы слушаете радиостанцию? Скажем, сто один и четыре радиостанции. Вы настроили свой приемник на сто один и четыре, и вы слушаете только эту радиостанцию. И чтобы эти три радиостанции не пытались до вас донести, вы никогда их не услышите. Почему? Потому что ваши уши, в переносном смысле, ваш радиоприемник настроен на сто один и четыре. И поэтому, для того, чтобы вести успешный разговор, пытайтесь понять, на какой частоте говорит ваша жена. Найдите эту частоту. Если это сто, значит, и вы постарайтесь настроиться на эту частоту. Тогда вы сможете её услышать. Это точно так же работает в наших взаимоотношениях, как это работает в эфире радиовещания. Если мы с вами настроены на разные волны, супруга настроена на волну, что надо огород убрать, а муж настроен на волну, что надо пойти и машину отремонтировать или помыть, сколько бы вы друг другу не пытались это доказывать и говорить, никогда друг друга не услышите в этом смысле. Но можно дальше посмотреть, когда идёт это общение между мужем и женой. Если мы не настроены на одну и ту же волну, существует масса разного рода препятствий в разговоре. Если мы с вами не удалим эти препятствия, посмотрите, когда, скажем, вы знаете, я не очень хороший художник, вот это ваша жена будет, а это будете вы, и уши вроде бы есть на месте у каждого. Но когда идёт разговор, возникают всякого рода фильтры. Вы знаете, одним из фильтров таких может являться усталость человека. И ваша супруга пришла с работы очень уставшая. И настолько уставшая, что её весь мозг, она была расстроена на работе. Её там огорчили. Там не было всё так, как бы ей хотелось. Поэтому, когда вы обращаете к ней свою фразу сюда, то эта фраза проходит через фильтр её усталости. А потом возникает иной фильтр. Фильтр забот семейных и домашних. Она понимает, что надо сейчас сосредоточиться на том, чтобы детей в школу собрать. И это заботы семейные возникают. А у вас совершенно иная волна и иной фильтр. А дальше возникает фильтр необходимости. Она думает о том, что делать. А вы думаете совершенно о том, как отдохнуть. Думаете о том, как бы время провести. И когда вот ваша фраза проходит через эти три фильтра и доходит до её ушей, она слышит совершенно иное, чем то, что вы говорите. И в результате возникает недопонимание. В результате возникает огорчение. Вы думаете, я же ей ясно на молдавском, на румынском языке сказал, а она не понимает, на каком ей ещё языке сказать. Ведь часто мы такую фразу используем, да? На каком ещё тебе языке сказать? Что ты не понимаешь или не слышишь? Друзья мои, помните, эти фильтры, они искажают наши слова. Поэтому найдите возможность найти другое время, другой вариант для того, чтобы передать эту же мысль, эти же слова, но в другое время, когда этих фильтров может быть меньше. Или когда говорите, учитывайте эти фильтры и понимайте, что независимо от неё и независимо от вас, тут могут быть шумы. Ребёнок ваш может плакать, и этот шум становится ещё одним фильтром. Или, может быть, телефон звонит, может быть, телевизор работает. И пока ваша фраза дойдёт сюда, это может быть совершенно не то, что вы изначально хотели сказать своей супруге. Для того, чтобы преодолевать эти фильтры, которые неизбежны в нашем разговоре и в нашем общении друг с другом, мне кажется, изначально надо договориться друг с другом, что будет время тишины и время паузы, когда вы говорите друг другу, давай найдём эту возможность всё оставить в стороне. Давай найдём это разрешение конфликта в молитве друг с другом. Давай перестанем кричать и шуметь. Вы знаете, я очень много говорю, я постоянно говорю, я проповедую, веду беседы, прихожу домой, не перестаю говорить. Мне бы хотелось спросить, как Галина реагирует на то, когда я слишком много говорю. Галина, как ты реагируешь в таких ситуациях? Что делать в такой ситуации, когда твой муж слишком много говорит? Я попробую сказать. Я следую в этих вопросах библейской мудрости Соломона. Какая у меня мудрая жена? Она всегда идёт к Библии, всегда находит то, что нужно. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Вот настолько справедливо. Никогда Галина не раздражается. И ещё я хочу вновь обратиться к словам Елены Уайт. Она говорит, мы должны обуздывать, вспыльчивость и контролировать речь. В таком случае мы одержим большие победы. Но если мы не контролируем свою речь и свой нрав, то становимся рабами сатаны. Мы попадаем в зависимость от Него, и Он пленяет нас. Все резкие, неприятные, нетерпеливые, раздражительные слова произносятся в дар Его сатанинскому величию. И это приношение обходится дороже, чем любая жертва, которую мы предназначаем для Бога. Потому что оно разрушает мир и счастье всей семьи, разрушает здоровье и в конце концов лишает всех нас вечной жизни. Спасибо, Галина. Спасибо. Великая мудрость в этих словах записана. Я надеюсь, вы услышали эти слова и из Священного Писания, и из Духа Пророческого. Обращайтесь к Богу в слове Его и в молитве. Создайте эту паузу дома и скажите, мы достаточно сами говорили. Мы так много пытались друг другу доказать. Пусть теперь Бог нам что-то скажет. Обратитесь к Нему в молитве. Станьте на колени. Вы знаете, мы с Галиной, когда еще только поженились, мы с ней договорились и сказали, мы, если только почувствуем, что у нас возникает недопонимание, которое может привести к конфликту, мы договорились. Мы сразу встанем на колени и будем молиться. Скажите, можно ссориться, когда стоишь на коленях? Ну, невозможно ссориться, когда ты молишься. Невозможно. Поэтому, мне кажется, нет лучшего средства и лекарства от всех ссор, если вы почувствуете эту ссору. Вы знаете, когда вы почувствовали напряжение в разговоре, меньше всего хочется молиться. Потому что вы знаете, это будет конец вашей ссоры. Встаньте на колени, смиритесь перед Богом, помните, что вы имя Его несете, помолитесь перед Богом. Господь снимет это напряжение, снимет эту заботу. Станислав и Маргарита, Маргарита, ну-ка покажите мне одну фразу, пожалуйста, из трех, каждый. Так, как? Так, хорошо. А как я буду знать, какая ваша, какая? Так, ну-ка давайте первую. Это ваши, так? Так, Маргарита пишет, это Станислав пишет, твоя двоюродная сестра Лена очень щедрая и добродушная. А Лены здесь нету? Я уверен, она бы сразу бы дала сто лей бы тогда Маргарите. Так, а вот это написано Маргаритой. Она пишет, Стасик, Стасика, сестричка, очень милая девочка, приятно с ней общаться. Я убежден, что, а как ее зовут? Сестричка? Маргарита. Тоже ее зовут Маргарита? Маргарита будет очень часто у вас в гостях, я вам обещаю. Если особенно с ней приятно общаться. Спасибо вам большое, Станислав и Маргарита, за то, что вы учите нас говорить добрые слова друг другу. Будем говорить эти добрые слова друг другу. Будем говорить, как Бог обращается к нам добрыми словами. Об этой доброте будет петь Лилия сейчас. И когда она будет петь, мне бы хотелось, чтобы мы с вами подумали о том, что доброе я могу сказать сегодня своим домашним и родным. Что доброе Господь даст мне на сердце. Давайте примем это решение сегодня, когда будет петь Лилия, чтобы мы говорили добрые слова друг другу. Доброта, это свет и тепло наших глаз, И участие слова тем, кто сердцем скорбит. Доброта, это луч, данный небом для нас, Чтобы каждый, живя, мог и греть, и светить. Люди, будьте добры, Станьте чуточку в жизни добрее. Пусть от ваших сердец теплоты Станет в мире теплее. Чтоб растаяли льды всех обид, Как от солнышко йога. Люди, будьте добры, Добротой берегите друг друга. Если жить для себя, Лучше вовсе не жить. Без любви и добра Жизнь и счастье несет. Так давайте ж, друзья, Будем больше дарить Доброты для людей В жизни частых невзгод. Люди, будьте добры, Станьте чуточку в жизни добрее. Пусть от ваших сердец теплоты Станет в мире теплее, Чтоб растаяли льды всех обид, Как от солнышко йога. Люди, будьте добры, Люди, будьте добры, Добротой берегите друг друга. Люди, будьте добры, Станьте чуточку в жизни добрее. Пусть от ваших сердец теплоты Станет в мире теплее, Чтоб растаяли льды всех обид, Как от солнышко йога. Люди, будьте добры, Доброту и берегите друг друга. Помолимся. Господь наш, Ты обращаешься к нам И говоришь к нам со страниц Священного Писания. Ты дал нам Сына Своего, Как Слово воплощенное. И Ты желаешь, Чтобы и мы нашли Эти взаимоотношения Друг с другом, В семьях наших, Когда мы научимся говорить Твоим языком, Когда мы научимся слушать друг друга, Когда мы научимся взаимопониманию В этом разговоре. Господи, эта мудрость только от Тебя Свыше исходит. Мы просим об этой мудрости, Потому как многие семьи Могут найти исцеление, Прощение, Если начнут говорить друг с другом. Научи нас, Господи, Этому небесному искусству. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok